Практически в каждом регионе России наверняка есть район, носящий название Ленинский. Это и дань времен советской эпохи, и наша настоящая одновременно. После референдума, прошедшего в Республике Крым 16 марта, на карте появился не только еще один субъект Российской Федерации, но и район с одноименным именем вождя мирового пролетариата. Одним из первых в Московской области наш район предложил шефские отношения братскому Крыму. И вот 3 июля делегация района выехала туда с визитом. Своими впечатлениями о поездке и об увиденном с нами делится наш корреспондент Олег Федоров. Делегации Ленинского района в составе первого заместителя главы Екатерины Семеновой, замглавы Сергея Волощука и начальника организационного управления Виктора Пикуля приехали в Крым не только с дружественным визитом, но и для подписания договора о сотрудничестве между двумя муниципалитетами. А как приезжать в гости без подарка? Так было и на этот раз. Наша делегация привезла с собой для районной больницы аппарат искусственной вентиляции легких. Но обо всем по порядку. Председатель Ленинской районной государственной администрации Крыма Александр Матюзкий перед подписанием договора рассказал о своем крае, какие люди живут, чем богат район, ну и, конечно, какие проблемы есть на сегодняшний день. Наша делегация привезла с собой видеофильмы о районе. И жители, которые собрались в актовом зале, смогли воочию увидеть все красоты нашего Ленинского района. Екатерина Юрьевна, рассказывая о нашем районе, сказала несколько теплых слов и о взаимной дружбе между народами. Наш порыв и наше предложение было вызвано именно тем самым желанием дружить всегда, помогать всегда друг другу всем, чем мы можем, делиться то, что мы смогли сделать сами и оказывать поддержку самым нашим близким людям. И вот торжественный момент передачи двустороннего соглашения о сотрудничестве между двумя Ленинскими районами. После этого мы отправились в районную больницу, где уже установили аппарат для искусственной вентиляции лёгких. И главному врачу был вручён сертификат с надеждой, чтобы аппарат как можно реже применялся, а все люди были здоровы. Спасибо большое. Аппарат у нас будет использоваться по назначению, потому что тут по-другому никак не получится. Также нашей делегации удалось посмотреть только что отстроенную школу. Всё здесь сделано для того, чтобы ученики хорошо учились, питались, занимались спортом, развивались духовно и физически. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что теперь наши побратимы с Ленинского района Крыма будут под надёжным крылом нашего общего сотрудничества и дружбы. Олег Фёдоров, Елена Кошелева, Видное ТВ.